Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео мы поговорим с вами о пряже от фирмы Ярмарт Мерино Балки. Это довольно-таки крупная пряжа, не 100 метров 100 граммов, очень нежная на ощупь. Рекомендованный размер спиц нам Ярмарт предлагает номер 7, но я максимально вязала номером 6, и мне кажется, что если вы будете вязать лицевую гладь этой пряжей, то этого достаточно. Хотите, можете все-таки воспользоваться рекомендацией семерки. И крючок представляет номер 8, но, опять же, я вязала шестеркой, мне кажется, что более чем. Если вы будете вязать плотное вязание, если же вы будете вязать столбиками с накидом, тогда можете вязать восьмерочкой. Пряжа довольно-таки красивая, толстенькая, очень красивый выбор цветов нам представляет эта фирма. Здесь у меня сейчас в данный момент голубой, он очень красивого небесного цвета, то есть он не темный, не слишком осветленный, то есть он такой вот натуральный голубой красивый цвет. Пряжа довольно-таки толстенькая, подходит она как для вязания кардиганов, каких-то объемных снудов, шапочек. Сейчас очень модно это, поэтому вам рекомендую именно эту пряжу. Мне нравится, что она после стирки не слишком растягивается, садится, то есть не линяет эта пряжа. Очень обалденно подходит для вязания детских вещей, то есть таких, которые представляют собой более объемный и громадский вид. Для шапочки, если вы будете вязать, то достаточно одного моточка, хоть и 100 метров, но простая классическая шапочка, этого достаточно. Если же вы будете вязать более там шапочку с бубоном, или с отворотиком, или красивыми косами, то хотя бы возьмите два моточка. Для снуда также вам понадобится 2-3 моточка небольшого, не широкого. Если же хотите более широкий такой, как снуд на голову, то вам придется использовать такой пряжи моточка 4 и так далее. В общем, вы предварительно, перед тем, как будете вязать этой пряжей, для полного расчета воспользуйтесь именно провязыванием небольшого образца и расчетом петелечек. Пряжу не рекомендую отпаривать, так как она может деформироваться, а так, в принципе, никаких особых назначений, скажем так, и для пряжи не нужно. Здесь у нас Ярмар предлагает, что на кофточку, на какой-то небольшой кардиганчик короткий подойдет 500 грамм, то есть 5 моточков вот этой пряжи. Вы уже потом смотрите. Конечно же, обязательно вязаные вещи стираете при 30 градусах, то есть слегка-слегка тепленькая водичка, и, конечно же, руками, либо ручной стиркой. Но все-таки я всегда рекомендую вещи стирать обязательно руками. Если же это кофточки, ни в коем случае не вешайте на тремпель для сушки, так как рукава тоже деформируется. Обязательно вещи для сушки ложатся в горизонтальном положении и сушатся на ровной поверхности. Желательно, чтобы эта поверхность была чем-то застелена, то есть не на клеенке, а на какой-то, может быть, возьмите полотенце. Обязательно только, чтобы учтите, чтобы не полиняло полотенце на ваше вязаное изделие. Либо какую-то салфетку, либо это какая-то марлевая ткань в несколько слоев. В общем, и, соответственно, будет дольше сушиться. Итак, в общем, я надеюсь, что вам стало понятно. Обязательно используйте эту пряжу, так как она, в принципе, по ценовой политике недорога и соответствует цена и качество. Я надеюсь, что вам понравился мой обзор. Поэтому обязательно, конечно же, ставьте лайки, вяжите вместе со мной. Приятных вам работ и хорошего творческого настроения. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok